Здравствуйте, я Артур Бязров, ведущий программы Неудобная студия. Мы собираемся для обсуждения наиболее важных проблем Осетии. И сегодня мы будем говорить о защите семьи и семейных ценностей в Республике Северная Осетия Алания. Итак, у нас в гостях. Тамерлан Владимирович Цыгоев, кандидат юридических наук, уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия Алания. Артур Асланбекович Хадзарагов, генеральный директор Северо-Остинской региональной культурно-патриотической спортивной общественной организации Ирон-Легион. И Ацамас Казбекович Хадзаров, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного права Северо-Остинского государственного университета. Здравствуйте, уважаемые гости. Семья – это ячейка общества, поэтому без семьи не может быть, очевидно, не может быть ни общества, ни государства. Есть мнение, что семья и семейные ценности в Республике Северной Осетия разрушаются. У нас был ряд программ на эту тему, эксперты об этом говорили. Поэтому я бы хотел поговорить о том, нужно ли защищать вообще институт семьи, что можно сделать для его сохранения и развития, могут ли органы государственной власти, общественные организации повлиять на процесс ослабления института семьи в Республике. И первый вопрос, Тамерлан Владимирович, я бы вам хотел задать. А вообще нуждается ли институт семьи в защите? Потому что многие считают, что в этом нет никакой необходимости. Мы же развиваемся таким образом, что строится какое-то индивидуализированное общество, потребительское общество. Общество все больше атомизируется, каждый отвечает только за себя. И поэтому возникает вопрос, нужно ли защищать, собственно говоря, семью. Институт семьи – это же не абстрактная категория какая-то, да? Это сочетание, если мы в традиционном понимании, не в современном западном сейчас, что такое семья. Мужчина, женщина, дети. Если не ориентироваться на детей, то само существование семьи резко теряет смысл. Я не говорю, что это бессмысленно без детей, но тем не менее в основе семьи – это будущее поколение. И вот те ценности, о которых вы говорите, это напрямую связанные ценности с демографией. Без этого никак. И мы же не абстрактно рассуждаем о семьях, что проблемы у нас с семьям. Нет, у нас регистрируются браки также государством, да, у нас играются свадьбы. Проблема в другом в том, что эти браки, они оказываются непрочными. Количество детей в семьях резко снижается по сравнению с традиционными обществами, да? Но сказать, что вот мир стремится к этому, я бы не сказал. Потому что некоторые страны, я не буду там Китай говорить, Индию, да, но значительное количество обществ, оно высокими темпами прибавляет количественно. И, соответственно, качественно, как мы знаем, да? И мы должны рассуждать, я думаю, с такой же точки зрения. Если мы хотим, чтобы наша страна, наше общество, наша республика имела какие-то перспективы, будущее, то без института семьи можно, конечно, сделать большие инкубаторы, как вот в фильмах о будущем, да, где будут выращивать детей, которых, скажем так, общество будет воспитывать. Ну, мы понимаем, это фантасмагории всякие, но тем не менее, институт семьи это тот институт, который призван формировать будущее поколение. И на ваш вопрос, нуждается ли институт семьи в защите, при той ситуации, в которой находится наше общество сегодня, и в России, и в республике, безусловно, нуждается. Вопрос только в том, как защитить этот институт, как увеличить демографические показатели. Ну, об этом мы отдельно будем говорить. Какие способы, да. Я бы хотел спросить. На вопрос однозначный ответ, что вот в той ситуации, в которой мы находимся, защита нужна обязательно. А вообще люди, на ваш взгляд, чувствуют свою ответственность за создание семьи, за то, сколько у них будет детей? Потому что, если мы посмотрим на ту статистику, у которой есть высокий уровень разводов, мне кажется, люди не особенно думают об обществе, о какой-то демографической ситуации в республике, и как это отразится вообще на народе и так далее. Ну, для того, чтобы люди думали об этом, у них соответствующие маркеры, соответствующие принципы, идеалы, они должны быть внутри. То есть они должны в свое время быть сформированы. Когда человек проходит стадии социализации, когда становится личностью, он должен впитать это. И понимать, что вот наступил определенный возраст, ему самому надо создавать семью. То есть вступать в брак и так далее. Я не говорю там формально гражданские отношения с точки зрения государства и так далее. Это тут другое уже. Можно и светский брак, можно и религиозный брак, можно, скажем, общественный брак, как вот в Осетии. Да, это другой вопрос. Но семью создавать, это должно быть заложено глубоко в человеке. Но у нас на определенном этапе вот этот механизм где-то дал сбой. И мы, в принципе, если вот даже рассуждая в этой студии, я думаю, мы легко найдем причины и тот момент, когда это все происходило. Это не так трудно сделать. Ацемат Казбекович, я бы вас хотел спросить, а с чем связано, собственно говоря, разрушение семьи в республике Северной Сети, в Осетии в целом? Это пропаганда средств массовой информации, изменение стандартов поведения, образа жизни людей. Может быть, какие-то другие причины, на ваш взгляд? Спасибо за вопрос. Надо рассматривать не в отрыве от общего контекста Российской Федерации, потому что это проблема страны в общем. Ну, не будем брать некоторые отдельные регионы, восточные от нас, там другая ситуация, и там больше религиозного аспекта. Но если брать в контексте Российской Федерации, это проблема не сегодняшнего дня. Она началась, как бы мы ни хотели, если мы уже переходим к деталям, она началась же с разрушением той страны, которую мы как бы назвали СССР. И вот 30 лет мы идем по пути, поиска этих путей решений. Еще один момент касательно, вот, Табилан сказал, рождаемость, да, и воспитание, чтобы человек осознал, да, что он должен это сделать. Ну, вообще-то его нужно немножко подтолкнуть к этому. И в первую очередь, вот моя позиция такая, что государство тоже должно в этом участвовать. Почему? Потому что социально-экономическая основа, она должна быть. Наши ровесники, мои, младше меня, старше меня, я многих таких знаю, которые, ну, в какой-то степени, они боятся заводить с ними. Почему? А что будет завтра? И таких немало, кстати говоря. И огромное количество. У нас в России это беда. Ну, экономический фактор, безусловно, имеет значение, конечно. Мы даже об этом будем говорить, конечно, более подробно, я думаю. А вот на ваш взгляд, вот то, что касается пропаганды, средств массовой информации, вот об этом многие говорят, что пропаганда сыграла негативную роль в смысле разрушения семейных ценностей, на ваш взгляд. Опять я прихожу к тому, что государство сняло с себя ответственность касательно и пропаганды тоже. Если мы включаем любой телеканал, интернет, есть вот какой у нас контекст? Контент, какой у нас? Вот есть, да, хорошее такое, ну, относительно произведение, которое говорит о сегодняшнем дне у нас тоже. Хотя написано было еще, позднее Средневековье, был такой автор, Гедема Пассан, он написал «Мать уродов». Вот включая телевидение, что мы видим? Дети бьют своих родителей, да, вот эти телеканалы. Включаем, допустим, YouTube-канал, Instagram, мы там видим, что, какой контент, какой воспринят контент. Какой-то резонанс, в основном это бывает в какой-то искаженной форме или, допустим, в крайней форме. И это все проецируется на дальнейшее восприятие, конечно. И «Мать уродов» она захватила, то есть она востребована. Вот в те времена она, извиняюсь, рожала детей с дефектами, да, и пользуясь популярностью. Включаем телевидение, включаем интернет-ресурсы. Нам тоже это востребовано стало. То есть люди, смотря на это, они ставят лайки, просмотры, за это зарабатывают. Ну, это значит востребовано. И, конечно, средства массовой информации, включая телевидение, интернет-ресурсы, они предоставлены сами себе в большей степени. И, конечно, они строят и выстраивают такой контент, который востребован. А вот то, что касается изменения стандартов поведения, образа жизни. Ведь на самом деле мы, то, что мы видим сейчас, многие семьи, они ведут себя по-другому. У них другие приоритеты. Они не ставят целью, чтобы у них было много детей, например. Ну, это же тоже нужно культивировать. Это же нужно пропагандировать. Ну, это тоже, как бы мы ни хотели, нужно это навязывать в какой-то степени. Ну, в мягкой силе имеется в виду. Говорит о том, что это нужно. Если государство хочет, чтобы завтра у него остался народ, нужно поддержать сегодня семью. Если вы семью сегодня не поддержите, завтра народа не будет. Ну, Владимир Путин тоже об этом говорил, что нормальная ситуация, это когда три и более детей в семье. Три и более детей. К сожалению, сейчас, на сегодняшний день, и в Российской Федерации ситуация не соответствует. Вот этому образу, о котором сказал президент страны. И в Северной Осетии, в том числе, ситуация не соответствует. У нас количество людей, население, оно уменьшается. К сожалению. К сожалению, да так. Артур Асланбекович, а на ваш взгляд, какие именно семейные ценности разрушаются в настоящее время? Это, может быть, ценности, связанные с отношением, допустим, родителей и детей, родителей между собой. Что именно разрушается на сегодняшний день? Что поменялось? Может быть, сама модель семьи, она поменялась, изменилась? То, что есть определенный конфликт в традиционном обществе разного рода поколения, это факт. Но это вечная проблема такая, наверное, проблема отцов и детей, о чем мы говорим? О чем говорили еще до нас классики? С кем-то я недавно разговаривал, мне говорят о том, что... Ну вот ваш тезис о том, что действительно большая социальная проблема существует и с семьей в том числе, и мне сказали, да ладно, перестань, всегда старшие были недовольны младшими. Он мне процитировал там римлян, да, которые говорили о том, что вот всегда... Я тоже это часто слышу, да. А где Римская империя? Где сейчас Римская империя, чем она закончила свои дни? Римская империя не была побеждена. Римская империя уничтожила сама себя изнутри, потому что были разрушены все традиционные ценности, которые только существовали. Поэтому вот эти факты нужно детально рассматривать. И, безусловно, у нас отношение меняется, и это не есть хорошо, потому что у нас в обществе были те ценности, которые нас объединяли, это уважение к старшим. у нас там несколько десятилетий назад та проблема, которая сейчас является источником развода, не была проблема, ее решали совместно. Где-то старшие говорят о том, что это не такая проблема, что прямо вот сейчас вы из-за немытой посуды расходились и так далее, и так далее. Сейчас к этому стали относиться проще, и вот коллеги совершенно правильно говорят, это же пропагандируется. Если государство не просто в мягкой форме, все, этот период уже ушел. Мягкая форма уже не пройдет. Сейчас нужны жесткие методы и цензуры в том числе, но не должен каждый канал вещать то, что он считает нужным. Люди, которые ответственны за то, что происходило в нашем обществе и происходит в нашем обществе, должны смотреть. Они как страусы, понимаете? Они должны видеть, что там происходит. Это же страшно, понимаете, когда сегодня одна с одним, завтра с другим, послезавтра с третьим. И вот, а чем мы тогда отличаемся от фауны? Ну, чем мы отличаемся от фауны, если у нас нет какого-то ценза, да? Нет культуры ценностей, да? В том числе семейных ценностей. Ну, в Российской Федерации есть целое движение, на самом деле, против такого рода программ, против такого рода политики, политики информационной. Ну, нужна другая система и масштабы. Нужно масштабировать проекты. Вот скажите, назовите, кроме вас, вот лично вас и вашего проекта, кто в нашей республике систематически занимается освещением этих проблем, говорит? Ну, можете назвать? Систематически. Ну, мне трудно сказать, но наверняка эти вопросы также поднимаются, но мы стараемся поднимать их, мы считаем эти вопросы актуальны, поэтому в рамках нашей программы мы стараемся поднимать эти вопросы, конечно. Спасибо вам за это, да, то, что недавно глава встречался с молодежью, а тоже присутствовал. И нашей республике нужен лидер, понимаете? И молодежь увидела в этом человеке лидера. Он действительно говорил те вещи, которые наболели. И почему-то мы верим в то, что вот что-то изменится с приходом этого человека. Потому что человек все-таки военный, да, он знает, что такое дисциплина, а для нашей республики необходима именно дисциплина, да, вот в самом широком смысле этого слова. Ну, конечно, безусловно, мы все связываемся надеждой с новым руководителем, и действительно надеемся, что жизнь жителей республики и нашего общества будет улучшаться. Я бы хотел у вас спросить, Томиран Владимирович, что можно сделать для защиты института семьи на уровне общественных организаций? Вот как могут общественные организации повлиять вот на ситуацию, которая сложилась у нас? Я не думаю, что общественные организации должны работать в отрыве от иных институтов в обществе. И государства, и существующие семьи, и общественные организации объединения, и даже политические структуры. Вот мы говорим о каких-то ценностях, да, Рим разрушился и так далее, да. Ну, мы понимаем, что у нас... Вот помните ситуацию, когда Каллигула сделала сенатором своего коня, да? То есть, ну, мы видим, что сейчас вот законодательные органы наполняются непонятно каким составом, да? То есть осталось ввести туда еще коня. Осталось. Да, то есть для чего? Смысл, да? То есть это постепенно мы из государственных институтов их превращаем в непонятно какие придатки, да, властных структур. Это неправильно. То есть все должно быть на своем месте. Если существует структура, она должна функционировать по своему функционалу. Вот что могут сделать, вот, шире, я бы сказал, общественные институты в целом, да? Когда мы говорим о политике, о пропаганде, без пропаганды, без идеологии это невозможно. Вот человека формирует при социализации именно информация, которую он впитывает. Но смотрите, там, Ирлан Владимирович, пропаганда, идеология, она может ввестись на уровне отдельных общественных организаций, может быть на уровне государства тоже, да? Может быть. Вот вы, как, что имеете в виду? Государственную идеологию, пропаганду? Мы же понимаем, что если мы говорим о семейной политике, вот у нас, по-моему, указ президента еще 2002 года в основных направлениях семейной политики, он мало менялся с тех пор. К сожалению, он требует доработки, на мой взгляд, если вот проводится он вопросов. Потому что там об идеологическом воздействии очень мало сказано. Больше вот то, о чем сказала Самар Азбекович, экономическая сторона, вопрос стимулирования и прочее, прочее. Но я хочу сказать, что экономические меры для повышения, например, демографической ситуации, для укрепления института семьи, они менее значимы, чем идеологические. Мы видим, что какие-то отдельные секулярные, допустим, какие-то общества, глубоко религиозные общины во всем мире, они больше придерживаются ценностей семьи. Это очевидно. Например, сказать, что некоторые наши соседние регионы лучше живут, чем Осетия, не могу. Экономически, да? Экономически, да. Я говорю об экономических стимулах. Мы, в принципе, в едином правовом пространстве находимся в Российской Федерации. Однако там, где идеология, будь то она религиозная или общественная, она иная, мы это понимаем. Там и семья, и количество детей, они на другом уровне. То есть экономическая ситуация та же, а семейная ситуация и демографически совершенно иная? Я бы сказал, в некоторых регионах страны экономическая ситуация хуже, чем у нас. Прожиточный минимум и так далее, уровень обеспечения жильем. Однако количество детей больше. Но тут обратная психология работает. Вот очень популярный тезис, а зачем, говорит, плодить нищету? Вот так вот, очень-очень часто слышу его, что как много детей, зачем плодить нищету? Однако мы видим примеры того, что в той же Осетии, да, там есть известные люди, которые там, я не буду приводить там, бывших там мэра города и так далее. Есть люди явно небедствующие, у которых там до 10 детей. Мы можем примеры, по Фомина не будем назвать, но есть такие положительные примеры. И тогда играет обратная сторона, а он может их обеспечить. Ну, вы с одной стороны говорите, те, кто может обеспечить своих детей, семью, они заводят, и те, кто не может обеспечить. Это же парадокс. То есть нам для пропаганды ценностей всё-таки нужен вот тот основной класс, который существует, вообще средний класс. И вот примеры в среднем классе многодетных семей, которые, скажем, достаточно успешные, образованные и так далее. Эти дети воспитанные, показатели какие-то. То есть вот образцы, они должны быть. Вот те герои, которых в советское время искали, выискивали, по всей стране потом показывали. Всем остальным, говорит, вот образец, вот он. Вот такие нужны в обществе сейчас. Это может сделать и общественная организация. Но лучше, чтобы это делало государство на таком масштабном уровне. Но, опять же, очень правильно Артур Асамбекович сказал, речь идёт о СМИ, об ограничении свободы. Потому что без определённой цензуры ставить против вот так называемых западных ценностей, либеральных ценностей. А мы видим, что на Западе ситуация с демографией хуже, чем у нас в стране. Хуже. Надо понимать, что прирост населения у них в Соединённых Штатах в Европе в основном идёт за счёт миграции. Трудовой миграции. В Соединённых Штатах ситуация получше, и во Франции тоже, как мне кажется, получше ситуация. За счёт Штатов, где существуют глубоко религиозные общины протестантские. Мы должны это понимать тоже. Где прирост населения в геометрической прогрессии идёт в последние десятилетия. Только за счёт них. Это другой момент тоже. Но в основном приток идёт за счёт мигрантов. И если мы говорим о них, тогда мы должны понимать, что современные, так называемые, демократические ценности, они не способствуют укреплению семьи. Потому что семья — это коллектив. Это коллективные права, коллективная защита. А вот западная демократия, она основана на индивидуальных правах человека и гражданина. И вот если мы в 1993 году заложили в основу права и свободы человека и гражданина, и мы базируемся на этом, и говорим, что они доминируют над коллективными, в том числе семейными и иными правами, то мы и результат получаем соответствующий. Тут надо пересматривать какие-то основы. — Приоритеты, да? — Да. И от этих основ, от той же 13-й статьи идеологического запрета, той же свободы слова абсолютной, которую мы возвели в рамк закона. Закона СМИ нельзя воздействовать ни на что, ограничивать ни в интернете свободу, ни в интернете. То есть я не говорю, что надо цензуру ввести, как в Китае тоже, да? Но какие-то лимиты и ограничения они должны быть. — Мозумные ограничения, да. — То есть тут момент вот такой больше, глубокий. И потом уже и общественная организация подключится, и партийные структуры какие-то, и общество в целом будет по-другому реагировать. Но это основа государственного управления в целом в стране. Она у нас вот сегодня такая, к сожалению. Тут надо корневую систему смотреть. Атсамас Казбейкович, я бы вас хотел спросить. Вот я, допустим, работаю по роду своей деятельности, я работаю в ВУЗе. И на меня возложены, в том числе, вы об этом тоже знаете, что на преподавателей всех возложены, в том числе, и воспитательные функции. Бывает так, что мы проводим какие-то беседы, в том числе, связанные с семьей, с семейными ценностями. Я вижу, что как ни у часть современной молодежи, они морально готовы к тому, что семья распадается. Да, это нормально, семья распадается, ну зачем терпеть, если не сложилось, если не сложились характеры, и так далее. А вот вы как считаете, какую работу для защиты института семьи нужно проводить в учебных заведениях, в образовательных учреждениях, в том числе, вот в ВУЗах? Нужно ли как-то разъяснять, объяснять? Сейчас прозвучало слово «идеология». Нужно, допустим, понимать, что те же образовательные учреждения, они должны видеть какие-то целенаправления, допустим. Мы должны конкретно их видеть, не совокупность чего-то, а мне конкретно нужно видеть, куда мы идем, что мы должны делать. И поэтому образовательные учреждения, они тоже подвергнуты такой ситуации, когда на энтузиазме отдельных преподавателей, допустим, коллектива, что-то проводится, какие-то мероприятия, беседы проводятся тоже. Тем более, это бывает, знаете, когда бывает, когда происходит в стране что-то такое экстраординарное. Допустим, произошли события казанские, да, и, ну, честно говорю, что начала проводиться некая интенсификация, беседы и так далее. Ну, почему так, вот мне кажется, не очень так, ну, как бы, основательно к этому подходит. Перегруженность тоже образовательных учреждений, тот преподаватель, который работает в образовательном учреждении, уже тоже перегружен. Мы же целыми днями чем занимаемся? Заполнение рабочих программ, переделки и так далее, и так далее. Здесь опять тоже, вот я, может, буду всегда об этом говорить, опять же, в социально-экономических факторах тоже играет значение. Он же бежит в другое место, он же совместитель, он еще что-то. И порой вот эти вот практика хорошая, кружков, в ней урочные, да, какие-то определенные встречи и так далее, оно как бы сошло на минимальный уровень. Дополнительный еще один момент есть. Вот у нас недавно введены уже поправки о просвещении, да, вы знаете об этом, да, вот закон об образовании. Там такая ситуация, что если я приглашаю какого-то человека, я должен согласовать. Еще процедуру нету, еще нет, правительство не расписало, как это должно быть, но я должен согласовать, о чем я там буду говорить, кого я хочу пригласить и так далее. Ну, я не говорю, что это как-то ограничит эти беседы, просто мое мнение такое, что вот этого человека под названием преподавать тоже немножко надо дать ему немножко свободы в чем-то, в том же экономической свободе. Почему? Он должен быть уверен, что на его общественную деятельность у него и будет время, чтобы это оставалось тоже, понимаете? А так, я согласен, что в отдельности семья, общественные организации, в отдельности они ничего не смогут взять. В совокупности образовательные учреждения, то есть государственные, соответственно, пускай частные, но государственные, но все вот этот, назову его, тримферат, он должен влиять на это все, на воспитательную работу и так далее. И касательно культивирования ценностей семейных. Но опять же, на чем они должны строиться? На каких, с каких целей, направления, целей, полагания? Нам нужно показать их. Вот мы говорим о том, что нам нужны, допустим, герои, да, я так называю их образом. А где мне их найти? Они есть, безусловно, где они? Я не вижу их. И студенты тоже приходят, говорят, а как нам быть? На кого на сегодняшний день равняться? И мы вспоминаем кого? Мы их достаем оттуда. Футболистов известных, да, в фильме снимаются, Реброва. Мы вспоминаем кого, допустим, да, время первых, да, и так далее. Это же там было, а сегодняшний день что показывают? Где они, эти герои? Ну, как-то... На сегодняшний день действительно приоритеты, они меняются, мы это видим, и герои тоже... Еще один момент есть. Все сведено на рыночные же отношения. И образование, это услуга. И вот эти, то, что когда образование у вас услуга, ну, друзья, у меня нету цели, ну, я образа тоже говорю, и желание, да, вне этой услуги заниматься благотворительностью. Вот как бы это плохо не звучало, я не про себя имею, вообще, я говорю, общая сложность. Это же тоже как бы в какой-то стиле ограничение. Сделайте образование, полноценное образование, имеется в виду, что оно должно нести и воспитательный характер. А для сегодня что? Ну, учитель, он избивает учителей. Ну, действительно, мы очень много видим это все в социальных сетях, очень распространяются эти не очень хорошие вещи, конечно, и ситуация, что у нас есть в школах, но тем не менее, несмотря ни на что, по настоящее время, воспитательные функции, они все-таки возложены на преподавателя, на учителя. это само собой. И я понимаю, я полностью согласен, что действительно статус на сегодняшний день преподавателя, учителя, он нуждается в том, в развитии, и его нужно повышать, это безусловно. Мы об этом тоже неоднократно говорили в рамках данной программы. И сложности есть, те, которые вы сказали, экономические сложности, когда действительно у нас преподаватели, учителя, они вынуждены разрываться, чтобы как-то прокормить семью, конечно, это сказывается и на воспитательном процессе. И все равно, несмотря ни на что, конечно, эта функция, она возложена на преподавателя, как мне кажется, на учителей, поэтому учителя, конечно, должны свой вклад тоже вносить. Это безусловно. Свой вклад тоже вносить, это мое мнение, в воспитательный процесс, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, потому что воспитание детей, воспитание молодежи, от этого зависит будущее и нашей республики, и государства в целом. Я бы вас хотел спросить, Артур Асланбекович, вот много говорили о том, что да, есть определенные экономические факторы, которые влияют на семью, да, то есть молодежь, часть молодежи, конечно, они ориентируются на доходы, на определенные, да, то есть если у них заработная плата ниже определенного минимума, да, который они видят необходимым для создания семьи, то они как-то с трудом создают семьи, но это есть, я даже вокруг себя вижу много людей, у меня есть очень много знакомых, которые не создают семьи, потому что они считают, что они не зарабатывают достаточно для создания семьи. Другой стороны, Тамир Владимирович, он сказал, что есть идеологический фактор, который стоит даже на первом месте. А вы как считаете, вот что нужно делать нашему государству для сохранения института семьи, семейных ценностей, вот какие меры являются первостепенными в этом смысле? Ну, абсолютно согласен с предыдущими ораторами. Дело в том, что государство может сделать одно единственное, это пропагандировать. Общественная организация может быть эффективна только тогда, когда в нее включены огромное количество лидеров общественного мнения, но вот вопрос, так, вот вопрос был правильно задан, а кто это? На самом деле они есть, вот, например, наша организация, она систематически встречала Мурата Гассиева, после, это феноменальный вообще спортсмен. Почему? Потому что вот такой огромный социальный резонанс был после его победы, да, вот Сергей Иванович задавал вопрос, да, ребята, как вы думаете, что могло бы объединить молодежь? Вот Гассиев, к примеру, да, один из примеров того, как молодежь, пусть на короткий период времени, но была объединена, да, то есть они были воплены эйфорией, они шли за ним. И вот мы с ним как-то разговаривали, я ему говорю, что ты понимаешь, что они тебя слушают, вот все, что ты говоришь, это для них авторитетно. Если вот, к примеру, Гассиев, Рамонов, там, Седаков, вот взять их, да, вот топовых наших спортсменов. Виталий Исланов, тренеров тоже. Ну да, и тренеров, и вот, честно говоря, к сожалению, доктора, наук, академики, и так далее, и так далее, они сегодня у нас чуть ниже по статусу, но давайте говорить правду, мы же не будем лугать сами себе, это объективно так. Вот задача государства сделать так, чтобы они были как минимум наравне. Что для этого нужно сделать? А, к примеру, победитель какой-нибудь международной олимпиады, там, по математике, да, давайте его так же встретим в аэропорту, да, кортежем огромным, вручим ему ключи от квартиры и скажем, что это наш герой. Это же надо пропагандировать, это нужно популяризировать. Вот один из методов того, как это сделать. Вот то, о чем вы говорите, да, у меня нет средств для того, чтобы содержать семью, я не буду создавать семью, это же тоже пропаганда. Советский Союз выбрал самый сложный механизм воздействия на сознание людей, самый сложный элемент пропаганды и так далее, и так далее. Здесь, вот, например, что такое религиозная основа в ряде соседних республик? Это, в первую очередь, для меня этот прецедент интересен как регулятор общественных отношений. Мы видим по факту, что у них, ну, объективно, например, в соседней Ингушетии количество детей в семье на много порядка выше, чем у нас. Это же статистические данные. По факту. И даже, вот, прирост населения в Осетии за счет тех проживающих Ингушетии, которые зарегистрированы здесь. Это данные, да? Вы посмотрите, там, прирост населения в каких-то инстаграм-пабликах. Посмотрите, за счет кого? То есть у них работает опленного рода идеология, пусть религиозная, но тем не менее. Экономический фактор является определяющим это тоже проблема, созданная обществом самим. Мы стали это пропагандировать. Насколько я правильно понял, речь идет о Махарбеке Хадарцеве, я лично речь шла о нем. Я хорошо знаю этого человека. Сам он тоже из многодетной семьи. Не только, как бы, почему-то Хадарцева. Есть примеры. Да, у него 10 детей. Но он сам из многодетной семьи, я вот точнее количество не понял, примерно вот такое количество. Но семья была далеко не зажиточной, далеко не богатой. Но тем не менее, да, я уверен, если бы Махарбеке Хадарцев не обладал таким огромным состоянием, у него все равно было бы столько детей, потому что он воспитан был в такой среде. Совершенно в другой среде, которая носила другие ценности. и он их воспринял. И вот поэтому у него... Ну вот как-то так. Тамерлан Владимирович, я бы вас хотел спросить. Вы как считаете, нужно ли молодежи ориентироваться на базис? То есть мы очень много говорим, возвращаясь к тому, что действительно доходы очень сильно влияют. И многие как-то не решаются создать семью в связи с тем, что доходы недостаточные. Но я лично не вижу какой-то перспективы, чтобы у нас в ближайшие годы, год, два, три, пять, десять лет, может быть через десять что-то и улучшится, но в ближайшие пять лет, чтобы кардинальным образом как-то ситуация в смысле доходов улучшилась, что у нас доходы выросли в два, в три раза. Вот нужно ли молодежи современно ориентироваться только на доходы, чтобы создавать семью? Ратур Васильевич, вот здесь можно отстаивать любую из полярных позиций, сказать, что я не вижу достаточно нуждающееся население вот по роду своей деятельности, скажем так, да, я не могу. Очень много людей, которые нуждаются. Очень много. Но сказать, что у нас ситуация экономическая сегодня хуже, чем это было после военные годы, к примеру, да, я не могу. Я помню, когда поколение надо мной описывали, что барду ели люди, барду, потому что еды не хватало. Хлеба не было, да. голодомор, если помните, да, но дети были и семья была. То есть, я не говорю, что экономические факторы не имеют значения. И вот, например, материнский капитал, да, понятно, можно его проследить, его воздействие на увеличение демографических показателей и так далее, да, это есть. Но оно минимальное, насколько я знаю, это воздействие. Я бы не сказал, что оно минимальное, определенную работу этот инструмент провел. Я не могу сказать, что, например, вот когда за последние несколько лет мы закрыли вопрос с наличием свободных мест в детских садах, по факту надо дать должное исполнительной власти нашей республики, что они эту проблему в отличие от многих других регионов решили. У нас фактически нет очередности в детские сады на сегодня. А была большая проблема. Ну и школу много построили тоже. Вот в ежегодном докладе я это отдельно отметил, потому что это очень большая проблема решена. Потому что сегодня оба родителя работают. Куда девать ребенка? Бабушки и дедушки, которые часто тоже работают и еще чаще, как это не парадоксально, в отличие от наших бабушек и дедушек, они не особо озабочены тем, чтобы сидеть с внуками с утра до вечера, выступать няньками. То есть поменялась ментальность и бабушек тоже. Не просто родители поменялись. И бабушки, дедушки, которые воспитывали нас, они тоже уже другие. Поэтому материальная составляющая имеет значение. Условия должны быть. Для семьи должны быть условия. Это нормально. Опять же, не будем плодить нищету. Это тоже правильно. Но нас должно быть много и мы должны жить хорошо и качественно. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Такой выбор. Ну, это так, действительно. Лучше быть, конечно, богатым и здоровым. Да, безусловно. Но, с другой стороны, мое мнение, что в ближайшие годы, к сожалению, мы не увидим какого-то невероятного скачка в экономике у нас. Так, чтобы ситуация с доходами, с уровнем заработной платы, обеспечение жильем кардинальным образом улучшилась. Артур Васильевич, ну, не это определяет, вот данный вопрос, который мы обсуждаем, не это определяет только. Это тоже определяет, но не только. Но это не главное, да? Идеологическое воздействие. Религия тоже идеологическое воздействие. Но помимо религии существует и много направлений идеологического воздействия. И нас должно что-то объединять. Ну, это тоже, да, большой вопрос. Ну, суммально, допустим, последователи христианства, нас должно что-то объединять. Индивидуализма у нас сейчас много стало. Эгоцентризма. Эгоцентризма, индивидуализма, что я, моя свобода, я не хочу себя ничем обременять. Вот эта психология, которую нам внедрили очень активно, что зачем мне создавать семью, если это обязательства дополнительные? Я и без семи проживу. Я сам себя буду обеспечивать, у меня качество жизни, если я буду содержать еще детей, будет ниже. То есть вот такая примитивная концепция, она сегодня доминирует. Но вопрос, зачем? Проблема же не в том, что у человека нет жилья или дохода. Нет. Да, есть определенная часть, которая не решается. Но это проблема их нерешительности. Сказать, что почему? Если наши родители создавали семьи, живя в общежитии, не было и так далее. Но у них было понимание того, что семья – это необходимость. Это время пришло, создавай семью. Тебе дали жизнь, давай жизнь другим. Ну я тоже с вами полностью согласен. Действительно, молодежь должна, несмотря на все трудности, вести себя более решительно в вопросе создания семьи и брать на себя ответственность. Конечно, несмотря на все трудности, несмотря на все проблемы. Ацамас Казбекович, вот в последнее время очень много звучит тема домашнего насилия. Это тема, которая звучит у нас и по федеральным телеканалам, даже соответствующий законопроект, он рассматривается у нас в федеральном собрании Российской Федерации. Вот насколько эта проблема острая, в том числе у нас в республике были соответствующие инциденты, эта тема поднималась, в средствах массовой информации, в социальных сетях очень много это обсуждали. И как нужно решать эту проблему, на ваш взгляд? Ну я скажу, что она имеет место быть. Насколько она острая, я не могу судить, потому что у меня от них социологических данных. Но то, что оно имеет место быть, это безусловно, потому что вот таких, ну назвать их, ну ситуации в стране, которые у нас есть, да, раздраженности, поскольку она острая, я не могу об этом сказать, конечно. Не получается ли так, вот Ацмас Казбекович, мы же все тоже видим, что происходит, и мы должны опираться на какие-то данные. Получается такая картина, на мой взгляд, не получается ли так, что мы не знаем данных, не знаем, насколько это распространено, насколько это большая проблема. В то же время это очень мощно подается в средствах массовой информации, в социальных сетях и так далее, обсуждается на разных уровнях, и общество получает какую-то гипертрофированную картину. Даже какие-то страхи развиваются, мне кажется, у молодежи. Вот я лично разговаривал с представителями молодежи, со студентами, общался на эту тему, они говорят, да, вот есть такая проблема, это очень большая проблема и так далее. Я еще раз скажу, я не до конца осведомлен, но я вот согласен, что это тоже дополнительный фактор. И дополнительный фактор о том, что те молодые люди, которые, допустим, хотят завести семью, они уже будут смотреть, это тоже составляющие, как мы будем дальше жить, что у нас будет происходить. Если такая ситуация у нас есть и постоянно муссируется, мы опять же возвращаемся к тому, что мы видим, какой контент. Мать уродов, друзья мои. Мы же опять туда попадаем. Мы же видим, что это нормальное явление. Нам уже это въелось уже. Я не готов, например, отстаивать позицию, что, допустим, родители не могут подзатыльник дать ребенку, если он что-то делает. Не готов до конца. Хотя я понимаю, что права ребенка, они имеют важное значение и в воспитательной части это неопределяющее. Но, опять же, вот эта ювенальная юстиция и так далее, это не тот путь, к которому мы должны идти. Ну, Томир Владимирович, когда говорят о насилии, имеется в виду не только физическое насилие, но очень часто имеется в виду и психическое насилие. Если кто-то из родителей повысил голос на ребенка, это тоже насилие, да? Нужно с этим бороться. А бывают и длительные психотравмирующие ситуации, которые... Долго и уезжающие. Иногда и ничего не делаешь, но ситуация травмирующая. Но напрямую к семье, к демографии, к ценностям семейным, вот в том плане, в котором мы их сегодня обсуждаем, я не думаю, что стоит привязывать. Это отдельные, скажем так, психологические проблемы, социологические проблемы, которые стоит обсуждать. Но они не доминируют в вопросах демографии, к примеру. Ну, Томир Владимирович, я с одной стороны согласен, с другой стороны, посмотрите, какая ситуация у нас. Идет соответствующая пропаганда, я помню, даже сам вот в вузах я сталкивался с соответствующими плакатами против домашнего насилия и так далее. То есть эта информация, она распространяется. У нас в городе проводятся соответствующие выставки и так далее. Это положительный эффект от этих выставок или отрицательный? Да, я действительно, я сам пытаюсь, задаюсь вопросом, потому что действительно молодые умы, они заражаются этими идеями. И мне кажется, что это повлияет даже в том числе и на вопрос создания семьи, когда они будут смотреть друг на друга и видеть в друг друге каких-то насильников. Понимаете? Вот в чем вопрос заключается. Это примерно, Артур Васильевич, как если бы мы с утра до вечера по телевизору обсуждали маньяков и говорили, что вот они людей режут, там закапывают, кушают и так далее, да? И потом будем удивляться, а что наши дети маньяков боятся? Мы провели опрос, соответствующий в социальных сетях на страничках Осетия Раштон, задали следующий вопрос. Как вы относитесь к движению против насилия в семье? И мы получили следующие результаты. Оно поможет защитить женщин и детей от насилия. Так ответило 61% опрошенных. Оно будет способствовать укреплению семьи? Так ответило чуть более 8%. Оно будет способствовать равноправию мужчины и женщины в семье? Так ответило около 7,5%. Оно разрушает семью? Так ответило 23,2%. Артур Асланбекович, а вы какой позиции придерживаетесь по данному вопросу? Взаимоотношения между детьми и родителями в семье, если позволим, два слова. Представляете, мы начали обсуждать вопросы, которые 30, 40, 50 лет назад, даже вопрос, в мыслях бы ни у кого их не было. Если, я помню, что в школе, если кто-то провинился и учитель дал по рукам, у кого могло, да родитель был бы благодарен за то, что его ребенка воспитывали таким образом. То есть были вот такие родительские отношения между учителем и учениками. Сегодня мы начинаем это ставить под сомнение. Ну, а для чего? Ну что, то общество было деградированным, оно, что нас унижает, нам за них стыдно? Да нет. Эти люди выиграли войну, эти люди создавали великую страну, да. Но, наверное, этот опыт стоит, может быть, сохранять. Что касается непосредственно этой статистики и опроса, то я сомневаюсь в том, что вот это движение к чему-то созидательному приведет. Почему? Потому что движением не должны быть какие-то общественные организации, а наши традиционные ценности. Согласно нашим традиционным ценностям в Осетии, мужчина, если он привел к себе в дом чистое, невинное существо, обратите внимание, она одевает белое платье, что символизирует весь стерлами? Чистоту и невинность. Ты привел к себе ребенка, который не имеет опыта семейной жизни, который не знает, возможно, как себя, хотя этому тоже учат. И ты в ответе за этого человека. Если она себе позволяет какие-то слабости, там еще чего-то, то ты должен ее учить. ее учить не только супруг должен, но и семья. То есть все было известно, все работало эффективно. Я не говорю, что это была идеальная схема, идеальных взаимоотношений в семье. Нет, конечно, проблемы были везде. Но вот как сейчас это происходит систематически? Возможно, на самом деле, такой широкой проблемы не существует. Как совершенно правильно сказано, мы же это пропагандируем. такое ощущение, что Инстаграм и все остальные средства массовой информации хотят видеть только негативы постоянно. Вот если мы реанимируем, если мы возродим наши традиционные ценности, они же идеально работали относительно того, что сейчас. Я не знаю, это должны быть социальные институты, должна быть государственная программа. Но это очень тяжелый вопрос. Если бы мы здесь могли решить, каким образом эту проблему можно исправить, ну, наверное, я сомневаюсь. Ну, я когда готовился к программе, я тоже посмотрел данные. Действительно, общей статистики нету. И по Российской Федерации нету этой статистики, и в Республике в нашей нету этой статистики. По семейному насилию? Да. Но, тем не менее, проблема, она постоянно поднимается. В Федеральном Собрании обсуждается соответствующий законопроект. И наиболее активной организацией, которая продвигает, которая идет в авангарде этого движения, является центр, соответствующий центр «Насилию нет» называется. Эта организация призвана в прошлом году иностранным агентом. То есть, эта организация получает иностранное финансирование. То есть, мы понимаем, где ювенальная стиция, где борьба якобы с семейным насилием и так далее. То есть, в каком векторе они все движутся? Так же получается? Что это за структуры? Ну, эта организация, да, она призвана иностранным агентом. Люди, которые, скажем так, так состоят активисты этой организации. Недолгое время там два человека, они учились за границей, они представляют иностранные организации, в том числе, хотя являются гражданами России. Вот. И в том числе, один из учредителей этой организации «Насилию нет», в интернете, по крайней мере, была такая информация, что он является одним из авторов законопроекта против домашнего насилия. Артур Васильевич, нельзя, вот как бы, крайности, что как бы домашнее насилие, я, может быть, повторю мысль, но если насилие присутствует, то с этим вопросом должны разбираться компетентные органы. Есть у нас и по делам несовершеннолетних комиссий, есть у нас соответствующие правоохранительные органы, которые должны просто насилие пресекать. Но, опять же, мы, если переводим из уголовно-правовой составляющей или административно-правовой составляющей в идеологическую, мы превращаем это все в пропаганду, что вот наша страна, настолько эта проблема острая, что наша страна и институты гражданского общества в СМИ, в соцсети, они должны бороться с этой проблемой. Но, неужели она таких масштабов проблема, чтобы это все идеологически вкладывать в будущее поколение, чтобы это все пропагандой появлялось. Вот у нас был случай, когда бывший супруг жестоко убил супругу, свою, вот я заходил к нему в СИЗО, видел все, человек осужден, сидит. Да, человека не вернешь. И это не единичный случай, наверное, тяжкого преступления, которое было совершено, но закон работает, наказание понесено, и он будет сидеть долго, по идее. Вот, понятно, что возвратности нету, и в идеале государства и общества должно было предупредить это преступление, предупредить. Но, если предупредить не удалось, надо наказать, это обязательно. И здесь наказание есть, но говорить об этой проблеме, как о проблеме общества, глубоко вот так вот, мы опять же возвращаемся, вот согласен с Артуром Владимир Владимировичем с тем, что мы это все вносим в головы. И тогда я согласен, что вот вопрос, который вы задали, тогда обратное влияние на институт семьи оказывает, на формирование его, на то, что... Но тут можно сказать одно, если вот ближе к Осетии, то мужчина создает традиционную семью. И если ты мужчина, что у тебя проблемы с заработком, что у тебя проблемы с жильем и так далее, так решай свои проблемы, если ты мужчина. Я понимаю, что это все экономические проблемы и прочие, но так решай их. Для этого тебя и должны воспитывать мужчиной, для этого ты должен содержать семью, зарабатывать и так далее. Это классический образ. Но я не говорю, что государство не должно помогать. Идеально. Но я полностью согласен с вами, действительно, вот тот трагический случай, о котором вы сказали. Крайности не нужны. Да, крайности не нужны. И тот трагический случай, действительно, Правоохранительные органы должны разбираться в этом случае. И по возможности нужна профилактика и так далее. Но у меня лично вызывает сомнение та активность, которую ведут иностранные агенты в Российской Федерации на этом поле. И действительно, этот тренд, который есть в Российской Федерации, в смысле борьбы против так называемого домашнего насилия, он перекидывается на нашу республику. И нам стоит задуматься об этом. А правильно ли мы вообще ведем себя, наши общественные активисты? Они, может быть, хотят каких-то благих целей, ставить перед собой благие цели, но может получиться совершенно иной результат. Если мы из коллективного общества выдергиваем индивидуальные права, права женщин, права детей, права мигрантов, права, пускай будет борцов за права животных, право левой руки, право правой руки, то мы разрушаем коллектив. Мы говорим так, ты индивид, и мы персонально будем заниматься твоими правами. Понимаете, вот коллектив, который общество из себя представляет, мы его разбиваем на маленькие составные части, которые оказываются несвязанными. Тот же ребенок, он ювенальная юстиция, тот же ребенок говорит, а я вот индивид, мои права, они доминируют над правами моих родителей. Учитель? А кто такой учитель? Учитель – это представитель коллективного, он меня воспитывает. А у меня больше прав, чем у учителя. То же самое. Если мы говорим отдельно, женщину отделяем от мужчины, есть равенство, есть коллектив, есть семья. Но если мы выдергиваем из семьи женщину и говорим, что нет, тебя надо защитить от твоего собственного мужа. Или, может быть, родителей защитим, бабушек, дедушек надо престарелых защищать от их детей и так далее. То есть тут вот очень глубокий подтекст, когда вот такие иностранные агенты и прочее, о которых вы говорите, да, это же не просто так вот политика провалится. То есть из вот общества единого монолитного выдергиваются на основе и под личиной защиты их прав выдергиваются отдельные элементы. Получается, разрушается общество в целом. И мы вот с этим сталкиваемся сегодня. И мы обсуждаем институт семьи, коллектив, общество, коллектив, а боремся, получается, с правозащитниками, которые занимаются защитой индивидуальных прав. Хотя для меня правозащита – это работа. Я согласен, действительно, защита индивидуальных прав, она не должна оборачиваться разрушением общества и разрушением семьи. Вот об этом идет речь в первую очередь, да? Ацмас Казбекович, а вы как бы прокомментировали результаты данного опроса и какой точки зрения вы придерживаете? Иначе они имеют место быть, может быть, я так считаю, по этим результатам. Но здесь о чем можно сказать? То, что мы возвращаемся к чему опять? Это опять составляющая идеологическая должна быть и как бы мы не хотели социально-экономически. Вот о чем мы сейчас говорили, вот это насилие. Ну это, опять же, может оно есть, я не спорю, но это частность какая-то определенная, понимаете? Мы должны пойти по-другому. У нас, вот кто у нас запускает, ну так назовем, тренинг? Вот мы говорили, не нужно, Наталья Владимирович сказал, ежедневенцев. Так это запустил у нас Кудрин. Он уже сказал, не надо платить ежедневенцев. У нас защита семьи и детства на какой уровень сведена? С федерального уровня на региональный. Региональный уровень, муниципальный, не может, не в состоянии финансово это обеспечить. Он не в состоянии гранты выдавать из своего бюджета, да, допустим, да? Своей волей, собираемости, да, на развитие, допустим, общественной организации, которая будет поддерживать, культивировать и все остальное. Это должна быть федеральная программа. Вот что касается вопроса, допустим, тоже, да, поддержания здравого, да, назовем его, семьи, ценности, да? Да, это и снизу должно идти, но и федеральная политика должна четко поставить задачу. Что мы хотим? Нам нужна семья? Нам завтра нужен народ? Вот. А вот о чем это говорится, я еще раз говорю, оно имеет, может, место быть, но это всего в частности, одна из частностей. Им надо подходить к, ну, как бы, обобщенной, к всем проблемам. У нас, видите, как вот четверть опрошенных, они говорят о том, что, да, вот это движение, на самом деле, оно действительно приведет к разрушению семьи, да, потому что, как мне кажется, это связано именно с тем, о чем вы говорите, что частные случаи выдаются за общее правило, да, и это все гипертрофируется в общественном сознании. Это мое мнение, да? Артур Васильевич, если позвольте сказать. Домашнее насилие, если оно есть, оно наверняка есть, да, это страшное явление. И эту проблему нужно решать. Никто же под сомнение, ни один адекватный человек это под сомнение ставить не может. Другое дело, вот приведите примеры того, насколько эти движения эффективны. И к чему они привели? Они привели к изменению ситуации? Вот если просидеть статистику, социологию, привели? Я сомневаюсь в этом, поэтому, возможно, я повторюсь. Но они идут другим путем, я извиняюсь, Артур Васильевич. Они говорят, давайте принимаем закон, установим там все понятия и так далее, а потом посмотрим, к чему это приведет. Да можно принять закон, никаких проблем нет, но у нас миллионы законов, и что, все они работают? Речь идет о другом, я, возможно, повторюсь. То, что у нас был опыт, социальный опыт, когда у нас эта проблема, она была минимизирована. И этот опыт сформировался благодаря тому традиционному обществу, которое у нас было. Понимаете? У нас было более ответственное отношение к семье со стороны мужчины, да, о чем мы опять, я повторюсь. Когда ты привел к себе дом человека, еще раз повторюсь, да, то ты несешь за него ответственность. Ее тоже дома учат тому, каким образом себя вести в пока что там, на начальном этапе. Нужно что-то где-то промолчать, да, где-то вот более мудро отнестись к ситуации, которая тебе не нравится. Вот взаимные уступки, они вызывают взаимоуважение, а уважение между двумя людьми, это есть основа стабильности в семье. Если уважения нету, да вы хоть миллиардерами будете, вы будете грызться, что олигархи не разводятся, что олигархи не избивают друг друга. Они-то это и делают, да. Да, ну и так далее, и так далее. Мы о них и слышим больше всего. Да, поэтому вот если мы не найдем в себе силы вот в рамках нашего традиционного общества попытаться возродить то, что у нас было, да, то мы будем экспериментировать вот с этими движениями, которые пока что не показали себя эффективно. Возможно, через там 5-10 лет, да, эти движения настолько систематизируются, что исключат вообще такого рода явления. Возможно, мы же не можем знать. Но мы пока оставим на чаше весов то, что имели, то, что видели. Зачем изобретать велосипед, тем более, что вы говорите, среди них есть некие иностранные агенты, которые, поверьте мне, наверняка ничего хорошего в нашей стране не желают. Но это же очевидная вещь. Поэтому вот это дополнительный факт того, что это пока что сомнительно, но они тоже должны быть, наверняка, там люди, которые горят этой идеей, которые хотят изменить ситуацию. Но еще раз повторюсь, пока мы не возродим то, что было, мы будем работать с тем, что есть. Ну, я бы хотел, чтобы мы подвели определенные итоги нашего разговора, потому что время у нас уже подходит к концу. И буквально полминуты, Томир Владимирович, с вас начнем. Что необходимо сделать для того, чтобы защитить институт семьи и семейные ценности в республике? Ну, цементирую, скажем, что социально-экономические факторы имеют значение. Конечно, поддержка нужна со стороны государства, материальная поддержка там, особенно в решении вопросов с жильем, да? То есть стоимость квадратного метра жилья должна быть ниже. Просто для того, чтобы семьи не думали о том, где им жить. Вот один момент. И основной момент – это идеологическое воздействие, пропаганда семейных ценностей на государственном уровне. До уровня республики мы можем этот вопрос решать? Можем, но ресурсы должны быть такие, что тот поток информации, который идет альтернативный, индивидуалистский, не семейный, он идет в большом объеме. Это западные источники, это Голливуды и так далее, и так далее. Это соцсети, которые не наши соцсети. И все потоком идет оттуда. Но для того, чтобы противостоять этому, ставить своих героев, свои ценности и так далее, для этого нужна государственная политика. Это ресурсы, это такие же социальные сети, которые должны контролироваться нашим государством. Это акторы, скажем так, которые в этих социальных сетях. Инструментарий. Социальные сети, телевидение, газеты и прочее – это инструментарий. Просто государство должно присутствовать и в ТикТоке, и в Инстаграме, и прочих вещах. И причем продвигать там государственную семейную политику. Вот такое. Ацамас Казбекович, как бы вы прокомментировали, какие меры необходимы? Я согласен с Владимиром Владимировичем, да. Надо, опять же, повторюсь, скажу, что государству нужно выбрать идеологию. Она есть. Здоровая семья – это идеология, может быть. Часть идеологии. Да. Потому что дети – это будущее. Кто будет прокладывать северный трубопровод, если не наши дети? Допустим, я говорю, да, кто будет защищать нашу Родину? Да. Это дети. А дети где могут быть? Они в семье, в здоровой семье. И, конечно, еще один момент тоже, как вот сферы образования. Образование должно стать не только призванием, но еще и реальным образованием. Уйти из площадки услуг. И тогда у преподавателя будет время на общественные организации, да, на общественную деятельность, на кружки, на факультативы и так далее. И вот как представитель с одной стороны образовательной, да, сферы, но еще и государственной. И это будет присутствие государства в воспитании, да, этого ребенка в школе, в высшем учебном заведении. То есть, с одной стороны, семья, высшее учебное заведение, присутствие государства. И, конечно, общественные организации. Как бы тройнвера так создать. И, я думаю, наверное, результат будет. Ну, пока далеко, наверное, до этого. Ну, спасибо. Пока далеко. Артур Асланбекович, а вы как бы прокопируете? Какие меры нужны? Здесь речь зашла о Голливуде. На самом деле, я очень люблю кинематографы. Но нам же этого не показывают. Даже один просто фильм взять иногда, он с Расселом Кроу. Ну, не это ли великая пропаганда традиционных семейных ценностей? Но нам же этого не показывают. Нам показывают совершенно другое. Нам показывают другой Голливуд, который разрушает нас, понимаете? А есть созидательный Голливуд. И так совсем. Но я бы хотел сказать об опыте уже имеющемся, который работает. Это конкретно ваша программа. Спасибо авторам. Спасибо. Да, почему? Потому что вы действительно создаете площадку для того, чтобы обсуждать эти вещи. Все-таки пожелание было бы такое, чтобы таких проектов, как ваш, было больше. Но вы не сможете воевать вот с тем, что было перечислено. Инстаграм, ТикТок и все. Это целая индустрия, понимаете? Вы пока что одни. Поэтому я вас спросил. Назовите кто, чтобы систематически, еженедельно кто-то с этим работал. Поэтому такие проекты должны поддерживаться. И благодарность национальному телевидению, что есть вот этот флагман пропаганды, достойных традиционных ценностей, обсуждения актуальных проблем. Вот это уже есть одно из решений. Просто это надо масштабировать. Просто надо масштабировать. Спасибо большое, Артур Асланбыкович. Но я бы тоже подвел определенные итоги. Действительно, нужно проводить работу на разных уровнях. И проблема она есть на самом деле. Потому что очень высокий у нас сегодня уровень разводов. Большие трудности есть в смысле создания семей у нас, конечно, с рождаемостью большие проблемы. И от решения этих вопросов, конечно, непосредственно зависит и будущее нашей республики, и будущее остинского народа, и будущее нашей страны. Потому что и на уровне Российской Федерации, к сожалению, это очень большие проблемы, семья, семейные ценности. Поэтому нужно большую работу проводить, конечно, и органам государственной власти, в смысле идеологии. Здесь я соглашусь, конечно, идеология и пропаганда, на мой взгляд, все-таки это первостепенное значение она имеет. И от того, насколько она будет успешной, будет зависеть решение этого вопроса. Ну, конечно, экономический фактор, он играет тоже большую роль. От этого, конечно, тоже не уйти. От того, как будут решаться вопросы доходов, от того, как будут решаться вопросы обеспечения жилья и так далее. Это все имеет большое значение. Ну и, как вы сказали, Артур Асанбекович, действительно, лучше, меньше нам, как мне кажется, нужно опираться на опыт, на опыт, да, который накоплен предыдущими поколениями, в смысле решения каких-то вопросов семьи, решения даже тех же конфликтных ситуаций, которые возникают на уровне семей. И большой осторожностью, как мне кажется, нужно относиться к тем экспериментам, которые происходят у нас, в том числе и в нашей республике. Нужно задуматься, что мы получим на выходе. Да, то есть та же самая борьба с домашним насилием. Не получим ли мы обратный результат, да. Вот об этом должны задуматься, как мне кажется, активисты данного движения. Вас я хотел поблагодарить за вашу позицию. Спасибо вам. За участие в программе и вашу работу. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Неудобная студия». Встретимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин